Всем привет! Добро пожаловать в мое новое парфюмерное видео! Сегодня хочу вам рассказать про свои любимые ароматы месяца из категории люкс. Да, с удовольствием ношу люкс, с удовольствием ношу нишу, с удовольствием ношу многие другие сегменты парфюмерии. Это видео создано с поддержкой интернет-магазина Рандеву, поэтому большинство ароматов с этой подборки, если не все, вы можете приобрести именно там с очень хорошей ценой, со скидкой, с промокодом 10ТВЕРСКАЯ, который суммируется со всеми акциями и скидками на сайте, постоянно проходят там скидки, акции, замечательно просто. Мой промокод действует при заказах у 2,5 тысячи рублей, также не забывайте про мой фирменный аромабокс в Дайбест Парфюм от Ольги Тверская, ссылочку я вам оставлю. Так, не обращаем внимания на мою прическу, потому что сегодня я иду на коррекцию волос, когда идет коррекция волос, то ничем пользоваться нельзя, просто нужно вымыть волосы шампунем и дать им высохнуть. Даже лаком нельзя пользоваться, но что прошло 3 месяца, подошло время коррекции. Также, если вы услышите какое-то нюканье, микрофончик будет передавать напротив меня в детский садик кошачий, наша кошка Лесенька и четверо котят, если вам интересно посмотреть на котят, пожалуйста, переходите на мой канал Яндекс Дзен, который называется также Ольга Тверская, я там много уже выложила, чего интересного, про веселых котяток забияк тайских, так что милости прошу, ссылку, если вы не хотите искать, я вам также оставлю. Ну а мы с вами приступаем, поехали. А вы, кстати, напишите мне, пожалуйста, в комментариях свои любимые люксовые именно ароматы месяца июля. Некоторые из них, которые я здесь покажу, конечно же, плавно будут перекочевывать и в август месяц. Июль у нас выдался такой разнообразный на погодные климатические условия, а было и холодно, и дождливо, и вот сейчас даже жарко, поэтому набор парфюмов у меня вот здесь соответствующий. Итак, совсем недавно я приобрела свою давнюю хотелку, вообще ее хотела, но отрицала, потому что уж все ее очень сильно пиарят. Вообще-то у меня лет 5, может быть, 7 назад был этот парфюм, речь идет, конечно же, о замечательном трусоке, Труссар Ди Донна в тридцаточке. И вот я хотела его, хотела, и дахотела до такой степени, что все-таки решила его офлаконить в максимальном объеме. На рандеву просто прекраснейшая цена. Ссылки на все ароматы я, естественно, оставлю, чтобы вы могли пройти и посмотреть. И опять же, не забывайте про промокод 10 Тверская на 10%. Это очень хорошая скидочка. Итак, Труссар Ди Донна. Вот такой вот белоснежный флакон. Он отражает, конечно же, содержание ароматной жидкости. И это такой аромат на тему сливочных фруктов. Здесь можно услышать и персики, и маракуйи, и даже малину. Все, что угодно. Вот такое очень сладкое и сочное. Но независимо от того, что заявлено в пирамиде. И все эти фрукты, ягоды купаются в сливках. И в ваниле, и сладости. К тому же, это неприторная сладость, поскольку есть здесь такие, определенно такие, акватические ноты. Ну, например, водный или водяной, как это лотоса. Это свежий, с кислинкой аромат, со сладинкой, с ванильной такой вот начинкой. Очень-очень приятный, буквально-таки съедобный. Его постоянно хочется вдыхать и вдыхать. Труссар Ди Донна, стойкость у него нормальная. Шлейф хороший. Комплименты с этим ароматом вам обеспечены. Я, кстати, сейчас довольно-таки редко встречаю эту парфюмерную композицию от кого-то в шлейфе на улице. Но, можно сказать, последние, наверное, пару лет ни от кого не встречала. Поэтому, пользуюсь им с удовольствием, и никто не узнает от меня, что это за аромат. И спрашиваю, чем так приятно и вкусно пахнет. Когда стоят довольно-таки жаркие погоды, я с удовольствием пользуюсь еще одним приобретением своим с интернет-магазина Рандеву. Это Lancome Ode Azur. На него сейчас тоже приятнейшая цена. Так что, спешите заказать. Если вы любите такие классические, цветочные, очень приятные, свежие ароматы. Этот парфюм звучит очень легко, воздушно. Даже, можно сказать, акварельно. С стойкостью шлейфом он особенным, конечно, относительно ниши. Если возьмем кирки, например, он похвастаться не может. Но зато он очень такой политкорректный, деликатный. Это парфюм на тему очень красивых цитрусов, обрамлений цветов, таких как роза и пион. Ну, кстати, тут непростая такая роза и пион, потому что здесь очень красивые розовые перчи, которые все-таки немножко придают цыплинке парфюмерной композиции. Но в основном это свежий, акватический, такой цветочно-сладковатый парфюм с приятной-приятной такой кислинкой. И цветочный, вы знаете, как будто лепесточек пиона размяли в руках. И, конечно же, цитрусов. В общем, сладенько здесь присутствует. Тем не этот парфюм и нравится. Он легкий и в первую меру добрые люди. Можете надевать его хоть в офис. Очень красивая парфюмерная композиция. Когда было прохладно, когда было дождливо, я пользовалась новиночкой 2023 года, которая только как недавно встала на полочке, да, интернет-полочки интернет-магазина. Рандеву это Yves Saint Laurent Libre Le Parfum. Мне кажется, это самый лучший фланкер, и он даже лучше, чем флагман. Флагман мне не нравится тем, что он такой довольно-таки брутальный. Там много лаванды, других нот цветов. Нералида и апельсинового цвета, которые делают парфюмерную композицию брутальной. Туалетная вода слишком разбавленная. Как бы, как это, интенс, он довольно-таки хищный и плотный. Здесь вот такой вот все, середина на половину. Он и густой, и медовый, и лавандовый. И мне прельстило в этой парфюмерной композиции то, что Le Parfum действительно снабжен, да, оснащен лавандой на минималках. А лаванды абсолютно здесь мало, зато много ванили, много медовости, много медовых цветов, опять же, апельсинового цвета. Ванильность очень приятная. Капля почули тут есть. Аромат тягучий получился. Для меня он пахнет абсолютно не анималистическим медом. Очень и очень приятно. Такой медовый, и лаванда спрятана глубоко в недрах такого ванильного сиропа. Да, парфюм сладкий, да, парфюм тягучий, но в прохладные дождливые дни он согревает, создает уюта. Стойкость у него отличная. Шлейф тоже великолепный, собирающий комплименты, красиво раскрывающийся на волосах парфюм. И в Сен-Лоран Либерли Парфюм. Классная зачетная новинка. Я уже сказала, что нравится мне больше всех остальных Либеров. Когда было жарко, либо когда мне было как-то, знаете, грустно, либо жарко, либо грустно. Такие, где нейтрально противоположные понятия я доставала и пользовалась особенно дома с большим удовольствием. Императрицу. Императрица раньше считалась лимитированная. Троечка это вот та вот, которая с розовой жидкостью и в ней, а наряду с арбузом и киви и прекрасными цветами, также еще содержится клубничка, которая украшает и придает изюминку парфюмерной композиции. В общем, клубничка здесь слышится не очень явственно. Все равно здесь киви, все равно здесь арбуз доминирует. Но с нотой клубники этот парфюм стал куда интереснее. Здесь уменьшена доза мускуса. Он не выдает такие потные ноты как-то гнилых корок и арбузов, как многие слышат в классической императрице. Это парфюм свежий, свежий, свежесладкий, с кислинкой, фруктовой. Стойкость у него хорошая, шлейфы все знают. Императрица тоже километровая, как у ароматов Шанель. Ловится он довольно-таки с далекого расстояния. Комплементарный, жизнеутверждающий парфюм. Ну, императрица тройка, это карта Таро, все знают, да, которая олицетворяет плодородие. В общем, очень такой парфюм, который подходит как для молоденькой женщины и девушки, совсем и женщины любого возраста. Просто под настроение. Настроение для этого парфюма должно быть беззаботное, конечно же, позитивное. Этим парфюмом можно себе поднять и улучшить настроение на раз-два, потому что пахнет он действительно приятно. А императрица троечка, limited edition. Нарандувана тоже есть и завершает эту подборочку. Прекрасное творение от Мюглер 2021 года. На минуточку. Это Мюглер Айсет Стар. Такая, да, ледяная звездочка. Хотя ледяного в ее составе вообще ничего не заявлено. Я здесь слышу ноту манго совместно с ананасом. Очень странно, поскольку манго здесь вообще не заявлено, и я пропустила и не успела купить манговую звездочку, которую сейчас практически невозможно достать. Но, к огромному счастью, и в Айсет Стар 2021 года, этой лимитки, я прекрасно ощущаю ноту манго. Ноту манго. Этот аромат тоже повышающий настроение. Тропический. На жару, либо на холод, когда вам хочется представить себя где-то на среде земноморском побережье. Здесь прекрасно вплетены ноты кокосово-ананасовую вот эту вот манговую, да, начинку. Это как будто бы конфета вот такая вот шоколадная с мангово-ананасовой начинкой на почулевые подложки и посыпанная стружкой кокоса. Очень стойкий, очень шлейфовый аромат. Это точно парочки пшиков действительно хватит. У него очень красивый, посмотрите, такой вот задорный флакончик. Пользуюсь им каждое лето. И, кстати, заметила в основном в месяце июля и получаю массу удовольствия от этой парфюмерной композиции. Так что все, моя хорошая, вот такая у меня подборочка. Смотрите на разные вкусы. И молочная, и фруктовая, и цветочная, и какое-то такое тягучее медовое-пряное, и беззаботное клубничное такое компотик, как это называется в быту. Очень хорошо иметь большое количество парфюмерных композиций, чтобы радовать себя, радовать окружающих прекрасными запахами. Пишите, пожалуйста, в комментариях про свои любимые ароматы месяца июля. Что вам у вас из них переходит в август? У меня в август, возможно, парочка раз воспользуюсь вот этим ароматом. Ice Star Mugler. Будет опять плохая погода, пасмурно и дождливой. И грустно, конечно же, сделаю себе тепло и уют. И в Saint Laurent Le Parfum, просто на каждодневку, когда ничего не хочется, выбежать куда-то, знаете, в пятерочку или в глобус за продуктами. Lancome Ode Azur, императрица домашняя такая. Ну и с ней прекрасно и на улицу выйти. И вот это вот такая вот универсальная вкусняшка. Тресарди Донна. Все, мои хорошие, на этом завершаю это видео. Спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь. Я вам всем говорю пока-пока, всех словом. И до скорых новых встреч, конечно же, еще увидимся.